Озерная школа. Это название группы английских поэтов-романтиков начала 19 века, в которую входили поэты Уильям Вордсфорд, Самуэль Колеридж и Роберт Саути. Название возникло около места деятельности поэтов Озерного края в Англии и было дано кружку поэтов в 1807 году в статье журнала «Эдинбург Ревью». Кружок поэтов называли также лейкистами, от английского «lake» – озеро. В 1798 году Уордсфорд и Колеридж выпустили сборник «Лирические баллады». Поэты в своих произведениях приветствовали Великую французскую революцию, выступали против слишком напыщенных классических стихов. Позднее лейкисты выступали как представители идеализма и романтизма, поэтизировали патриархальную, уходящую в историю Англию, критиковали нарождающийся капитализм, склонялись к мистицизму и фантастике. Байрон и Шелли критически относились к творчеству поэтов Озерной школы. Мабу – китайский духовой деревянный музыкальный инструмент. В переводе «ма» означает «бамбук», а «бу» – «сверель». По звукообразованию инструмент близок к ларнету. «Мабу» состоит из бамбуковой трубочки, снабжённой небольшим деревянным или роговым раструбом, в верхнем конце которого надрезной язычок. Для изменения высоты извлекаемых звуков в трубочке «мабу» имеется 6-7 отверстий. Звукоряд этого музыкального инструмента диатонический, в пределах одной октавы. Диапазон может быть увеличен путём укорочения в процессе игры колеблющейся части язычка. Общая длина «мабу» около 200-250 мм. Инструмент распространён главным образом в Тибете. На Соломоновых островах также существует духовой деревянный музыкальный инструмент, называемый «мабу», трубочка которого выдалбливается из ствола дерева, а в качестве раструба используется половинка скорлупы кокосового ореха. Этот инструмент гораздо крупнее китайского. Эпигоны от греческого «потомки». Согласно древнегреческому мифу, семеро против фив – сыновья семи героев Аргаса. Семеро героев безуспешно осаждали фивы, и все, кроме предводителя Адраста, погибли под стенами города. Через десять лет эпигоны во главе с Адрастом возобновили осаду и взяли город фивы. Эпигонами также называли сыновей полководцев или дзиадахов, Александра Македонского, боросшихся после в смерти Александра за раздел и передел монархии. Эпигонами называют также запоздалых последователей какого-либо направления общественной мысли, литературы, искусства, лишенных творческой оригинальности, механически повторяющих отжившие идеи предшественников. Юдоль – это устаревшее слово, первоначально используемое для обозначения долины. Сейчас оно используется в переносном значении, обозначает жизненный путь с его заботами и печалями, тяжелый и сложный жребий.